опять что-то будешь садить да смотри я купила очень красивую вьющуюся розочку это розовая розочка и мне как раз вот здесь осталось место я подготовила место для посадки вот этой розы вот видишь тут вот хочу вот здесь как раз достаточно здесь два с половиной метра вот этот пролет посередине посажу и будет как раз закрывать все вот эту часть потому что у меня здесь и белые розы здесь клематисы актимидия и есть две еще тоже плетистые розочки и вот это будет в центре закрывать весь дом дом будет утопать в цветах ну а как я буду сейчас садить я сейчас вам все это расскажу и покажу и так я выкапываю яму здесь у меня как раз мультифлора растет осенью будет а здесь вот будет расти розочка вот я специально подготовила здесь кстати у меня росли сидераты потом эти бархатцы разные цветочки вот но земля такая не сильно вот но здесь пушистые стебули что мне нужно мне нужна ямочка посмотрим мне вот эти росточки есть я их должна вот так вот вот наверное вот такая глубина нормальная но прежде чем я буду ее выкладывать я смотрите снова же у меня вот это удобрение сейчас просто основное удобрение сейчас перемешаю здесь килограмм мяса костной муки и килограмм рыбной муки перемешиваю хорошо и набираю пол литровую баночку это немного это как раз хорошо будет питаться корень очень долго и это неорганика не будет обжигать корни поэтому засыпаю вот всю пол литровую баночку и хорошенько перемешиваю вот так как можно больше площадь должна быть чтобы корни развивались здесь очень хорошие микро макроэлементы природные и как раз самое больше всего там в этих муках муки одно и другое фосфор а фосфор как раз создает возможность для развития хорошей корневой системы поэтому очень хорошо у нас получается последние годы именно принимаемость приживаемость и рассады и кустарников и деревьев и так вот перемешала и вот получается что не в одном месте там где-то удобрение а оно видите какой объем хороший объем и теперь вот так как раз серединка у меня получается вот сюда растение пойдет хочу сказать что сегодня у нас близнецы а близнецы как раз покровительствует розам и именно лианам плетущимся и вьющимся поэтому я сегодня не поливаю нельзя поливать а при вот таким образом пока высадку делаю вот прижму хорошенько а через день у нас будет знак как раз перейдет знак рак а в раке как раз и я ее полью ну а чтобы была схватка землей то есть была возможность корешкам уже адаптироваться если помните анастасия да владимиром игры она всегда говорила там столько книг есть только вот как раз вот этого опыта говорит не не при высадке рассады не спешите заливать дайте возможность чтобы растения как раз адаптировались к этим новым условиям и начали думать что нужно жить самостоятельно они просто так легко а если потом какие-то проблемы возникают как и люди да они теряются не могут погибнуть поэтому видите я посадила вот эти почки веточки уже побежки оставила сверху вот здесь для полива делаю вот такую ямочку так своеобразную и через день когда будет рак я полью и все вот этот как раз полив способ посадки и полив будет достаточно для того чтобы зима вошла в зиму роза зашла в зиму заговариваясь так вот потом я когда уже розочка адаптируется когда перед морозами я просто-напросто присыплю вот такой холмик и розочка хорошо перезимует достаточно сейчас как раз и температура и влажность вот все идеально для того чтобы развивалась корневая система у розочек и хорошо уже с корневой системой адаптировалась и вошла в зиму вот мы сегодня посадили в знаке близнецы мы посадили розочку плетущаяся она розового цвета название у него у нее я не записала но там название начало pink розовое и очень ароматная у меня такая мечта есть именно вот такой плетущийся розовую розу посадить было и белый фон это будет красивое сочетание и красивая роза у моего окна у окна моего дома вы были на канале раиса горяченко дача сад огород цветы мы раиса горяченко александр волик сегодня посадили вьющуюся розу не полили польем послезавтра в знаке рак ну а теперь пока все прощаемся до следующего видео всего вам самого доброго